А сейчас пришло время закрыть брешь в некоторых знаниях, а именно в юридических. Наша коллега Татьяна Биланова подготовила очередную порцию полезной информации, которая, мы уверены, придется вам по вкусу. Юридический ликбез на телеканале ПТВ. Здравствуйте! В студии Татьяна Биланова, консультант по юридическим вопросам. Сегодня поговорим на тему «Риски при аренде квартир». В России свыше 90% арендного жилья находится в теневом секторе и сдается без заключения официальных договоров. Одна из основных причин этого – нежелание собственников, а точнее арендодателей, платить налог. Отсутствие договора аренды несет риски как для квартиранта, так и для собственника жилья. Чтобы легально сдавать квартиру, арендодатель должен платить налог – 13% НДФЛ, как физлицо. Но, открыв ИП или став самозанятым, ставка налога будет ниже. Для ИП она составит уже только 6%, а у самозанятого – 4%, если жилье сдается физлицу, или 6%, если жилье сдается юридическому лицу. В случае аренды без договора участники сделки могут полагаться исключительно на порядочность друг друга. Но обращаю ваше внимание, что любые договоренности на словах не имеют юридической силы. Учитывайте, что арендуя квартиру без оформления договора, без определенного срока проживания, закрепленного документально и других условий, означает, что хозяин квартиры в любой момент может повысить плату или попросить квартиранта съехать уже завтра. Договор призван исключить подобные ситуации. В нем прописывается не только период, на который он заключается, но и срок, в течение которого наймодатель может уведомлять о прекращении договора в одностороннем порядке. Кроме того, в договоре можно указать, что при несоблюдении такого требования наймодатель должен будет выплатить неустойку квартиранту, так как в подобной ситуации он несет финансовые потери. Ему необходимо будет оплатить поиск другого жилья, оформление новой сделки и переезд. При отсутствии договора у квартиранта могут возникнуть проблемы с возвратом залога при выезде из квартиры. Арендодатель может не отдавать его по надуманным причинам. Также при отсутствии договора квартирант не застрахован от появления внезапного собственника. Например, может появиться собственник, который не давал согласия на аренду квартиры и попросить съемщика покинуть жилплощадь. Кроме того, высока вероятность встречи с черным риэлтором. Он может сказать, что собственник за границей издает квартиру по доверенности через него, а спустя несколько дней реальный собственник попросит освободить квартиру. Также черные риэлторы могут массово собирать залог с нескольких нанимателей, которые затем эту квартиру не могут арендовать и теряют залог. Еще одна уловка, к которой иногда прибегают собственники – жилья. Ремонт в счет проживания. В объявлении хозяин предлагает снять квартиру на долгий срок по сниженной цене под ремонт. То есть, квартирант платит за проживание, например, на 20% меньше положенного и должен провести косметический ремонт. Жилет сам покупает отделочные материалы, устраняет неисправности и так далее. Как только ремонт выполнен, арендодатель требует от жильца освободить квартиру. Потом он сдает ее за полную стоимость или живет в отремонтированной квартире сам. Для наймодателя, который сдает свою недвижимость без договора, проблемы с арендной платой. Это могут быть как частые задержки, так и просто отказ платить за занимаемую жилплощадь. Нередко при отсутствии договора жильцы прекращают платить аренду, фактически продолжая проживать. Собственник может несколько месяцев подряд слушать обещания об оплате, не имея возможности заселить новых жильцов. Выбор за вами – в тени или заключать официальный договор. На этом все. И помните, знать свои права – значит быть сильным. С вами была Татьяна Биланова, консультант по юридическим вопросам.